Марк Твен. Правдивая история, записанная слово в слово, как я ее слышал. Был летний вечер, сумерки. Мы сидели на веранде дома, стоявшего на вершине холма, а тетка Рэчел почтительно присела пониже, на ступеньках, как подобает служанке, да при том еще цветной. Она была высокого роста и крепкого сложения. И хотя ей перевалило уже за шестьдесят, глаза ее еще не померкли и силы ей не изменили. Нрав у нее был веселый и добродушный, и смеяться ей было так же легко, как птице петь. Теперь она, как обычно по вечерам, оказалась под огнем, иными словами, под градом наших шуток, что доставляло ей огромное удовольствие. Она покатывалась со смеху, закрывала лицо руками и тряслась и задыхалась в припадке веселья. В одну из таких минут я посмотрел на нее и сказал «Тетка Рэчел, как это ты ухитрилась прожить на свете шестьдесят лет и ни разу не испытать горя?» Она замерла. Наступила тишина, потом она повернула голову и, глядя на меня через плечо, сказала без тени улыбки «Мисту Клеменс, вы не шутите?» Я удивился и тоже перестал смеяться. Я сказал «Ну да, я думал, я полагал, что у тебя никогда не бывало горя. Я ни разу не слышал, чтобы ты вздыхала. Твои глаза всегда смеются». Она повернулась ко мне, полное волнение. «Знала ли я горя? Мисту Клеменс, я вам расскажу, а вы судите сами. Я родилась среди рабов. Я знаю, что такое рабство, потому что сама была рабыней. Но вот мой старик, муж мой, любил меня и был ласков со мной, точь-в-точь, как вы ласковы с вашей женой. И были у нас дети, семеро деток, и мы любили их, точь-в-точь, как вы любите ваших деток. Они были черные, но Бог не может сделать детей такими черными, чтобы мать не любила их и согласилась расстаться с ними. Нет, ни за что, даже за все богатства мира. Ну вот, я росла в Виргинии, а моя мать росла в Мэриленде. И как же она гордилась тем, что родилась в таком аристократическом месте. Было у ней одно любимое присловие. Выпрямится, бывало, подбоченица и скажет, что я в хлеву родилась, чтобы всякая дрянь надо мной смеялась. Я из тех цыплят, что от старой синей наседки. Вот кто я такая? Это они себя так величают, те, которые родились в Мэриленде, и гордятся этим. Да, это было ее любимое присловие. Я никогда его не забуду, потому что она часто повторяла его и сказала в тот день, когда мой Генри ободрал руку и чуть не проломил себе голову, а негры не поспешили помочь ему. Да еще сказали ей что-то поперек. А она подбоченилась и говорит, слушайте, негры, разве я в хлеву родилась, чтобы всякая дрянь надо мною издевалась? Я из тех цыплят, что от старой синей наседки. Вот кто я такая? И унесла ребенка на кухню и сама сделала перевязку. Я тоже повторяю это присловие, когда сержусь. Ну вот, как-то раз говорит моя старая миссия. Я, мол, разорилась и продаю всех своих негров. Как услыхала я, что она повезет всех нас в Ричмонд, на аукцион. Я... Господи, Боже ты мой, я сразу поняла, чем это пахнет. Одушевляясь рассказом, тетка Рэчел поднималась все выше и теперь стояла перед нами во весь рост. Черный силуэт на звездном небе. Нас заковали в цепи и поставили на высокий помост, вот как эта веранда, двадцать футов высотой, и народ толпился кругом. Много народу толпилось. Они подходили к нам и осматривали нас, и щупали нам руки, и заставляли нас вставать и ходить, и говорили, этот слишком старый, или этот слабоват, или этому грош цена. И продали моего старика, и увели его, а потом стали продавать моих детей и уводить их, а я давай плакать. А мужчина и говорит мне, замолчишь ты, проклятая Плакса, и ткнул мне в зубы кулаком. А когда увели всех, кроме маленького Генри, я схватила его, прижала к груди и говорю, — Вы, говорю, не уведете его, я, говорю, убью всякого, кто притронется к нему. Но Генри прижался ко мне и шепчет. — Я убегу и буду работать, и выкуплю тебя на волю. О, милый мой мальчик, он всегда был такой добрый, но они увели его, они увели его, эти люди, А я билась и рвала на них одежду, и колотила их своими цепями, и они меня колотили, но я уже и не чувствовала побоев. Да, так и увели моего старика и всех моих деток, всех семерых, и шестерых я с тех пор не видала больше. И исполнилось этому двадцать два года на Пасху. Тот человек, который купил меня, был из Нюберна и увез меня туда. Ну вот, время шло-дошло, и началась война. Мой хозяин был полковник Южной армии, а я у него в доме была кухаркой. Когда войска северян взяли город, Южане убежали и оставили меня с другими неграми в огромном доме совсем одних. Заняли его северные офицеры и спрашивают меня, согласна ли я для них стряпать. Господь с вами говорил, а для чего же я здесь? Они были не какие-нибудь, важные были офицеры. А уж как гоняли солдат. Генерал велел мне распоряжаться на кухне и сказал, если кто вздумает к вам приставать, гоните его без разговоров. Не бойтесь, говорит, вы теперь среди друзей. Ну вот я и думаю, если, думаю, моему Генри удалось бежать, так, наверное, он ушел на север. И вот как-то раз, когда собрались офицеры, вошла я к ним в гостиную и вежливо присела и рассказала им о моем Генри. А они слушали меня все равно, как белую. Я ей говорю, а пришла я вот зачем. Если он убежал на север, откуда вы пришли, то, может, вам случилось встретить его, и вы скажете мне, где он теперь и как его найти. Он был очень маленький, у него шрам на левой руке и на лбу. Лица у них стали грустные, а генерал говорит мне, давно ли вы с ним расстались? А я говорю, тринадцать лет. Тогда генерал говорит, значит, он теперь уже не ребенок, он взрослый человек. А мне это и в голову не приходило раньше. Для меня-то он все был маленький мальчуган. Я и не думала, что он вырос и стал большой. Но тут я все поняла. Ни один из этих господ не встречался с ним, и они ничего не могли мне сказать о нем. Но все это время мой Генри был в бегах, на севере, и сделался цирюльником, и зарабатывал деньги, только я ничего этого не знала. А когда пришла война, он говорит, полно мне, говорит, цирюльничать. Попробую отыскать мою старуху-мать, если она еще жива. Продал он свою цирюльню, нанялся в услужение к полковнику и пошел на войну. Всюду побывал, все искал свою старуху-мать, нанимался то к одному офицеру, то к другому, весь юг, мол, обойду. А я-то ничего не знала, да и как мне было знать? Ну вот, как-то вечером у нас был большой солдатский бал. Солдаты в Ньюберне всегда задавали балы, и сколько раз устраивали их в моей кухне. Просторная была кухня. Мне это, понимаете, не очень-то нравилось. Я служила у офицеров, и мне было досадно, что простые солдаты выплясывают у меня на кухне. Но да я с ними не церемонилась, и, если бывало, рассердят меня, живо выпроваживала вон из кухни. Как-то вечером было это в пятницу. Явился целый взвод солдат черного полка, карауливших дом. В доме-то был главный штаб, понимаете? И тут-то у меня желчь расходилась. Страсть, страсть, такое зло разобрало. Чувствую, так меня и подмывает, так и подмывает, и только и жду, чтоб они меня раззадорили чем-нибудь. А они-то танцуют, они-то выплясывают, просто дым коромыслом. А меня так и подмывает, так и подмывает. Немного погодя, приходит нарядный молодой негр с какой-то желтой барышней, и давай вертеться, вертеться, голова кружится, глядя на них. Поравнялись они со мной, и давай переступать с ноги на ногу, и покачиваться, и подсмеиваться над моим красным тюрбаном. Я на них и окрысилась. — Пошли прочь, — говорю, — шуваль. И вдруг у молодого человека лицо разом изменилось, но только на секунду, а потом он опять начал подсмеиваться, как раньше. Тут вошли несколько негров, которые играли музыку в том же полку и всегда важничали, а в ту ночь уж и вовсе разважничались. Я на них цыкнула, а они засмеялись. Это меня раззадорило, другие тоже стали хохотать, и я взбеленилась. Глаза мои так и загорелись. Я выпрямилась, вот этак, чуть не до потолка, подбоченилась, да и говорю. Вот что говорю, негры, разве я в хлеву родилась, чтобы всякая дрянь надо мной издевалась? Я из тех цыплят, что от старой синей наседки. Вот кто я такая. И вижу, молодой человек уставился на меня, а потом на потолок, будто забыл что-то и не может вспомнить. Я, значит, наступаю на негров, вот так, как генерал какой, а они пятятся передо мной и в дверь. И слышу я, молодой человек говорит, уходя другому негру. Джим говорит, сходи-ка ты к капитану и скажи, что я буду в восемь часов утра. У меня, говорит, есть кое-что на уме, и я не буду спать эту ночь. Ты уходи к себе, говорит, и не беспокойся обо мне. А был час ночи, в семь я уже вставала и готовила офицерам завтрак. Я нагнулась над печкой, вот так, пускай ваша нога будет печка, отворила ее, толкнула дверцу, вот как сейчас толкаю вашу ногу. И только было достала противень с горячими булочками и подняла ее, глядь, какое-то черное лицо просунулось из-под моей руки и заглядывает мне в глаза, вот как теперь на вас гляжу. И тут я остановилась, да так и замерла, гляжу и гляжу и гляжу, а противень начал дрожать. И вдруг я узнала. Противень полетел на пол, схватила я его левую руку и завернула в рукав, вот как вам заворачиваю, а потом откинула назад его волосы, вот так и говорю. Если ты не мой Генри, откуда же у тебя этот шрам на руке и этот рубец на лбу? Благодарение Господу Богу на небесах! Я нашла моего ребенка! О нет, мисту Клеменс! Я не испытала в жизни горя, но и радости тоже. Разговор с интервьюером Вертлявый, фронтоватый и развязный юнец, сев на стул, который я предложил ему, сказал, что он прислан от ежедневной грозы. И прибавил. Надеюсь, вы не против, что я приехал взять у вас интервью. Приехали до чего? Взять интервью. Ага, понимаю. Да-да. Хм. Да-да. Я неважно себя чувствовал в то утро. Действительно, голова у меня что-то не варила. Все-таки я подошел к книжному шкафу, но, порывшись в нем минут шесть-семь, вынужден был обратиться к молодому человеку. Я спросил, как это слово пишется? Какое слово? Интервью. О, боже мой, зачем вам это знать? Я хотел посмотреть в словаре, что оно значит. Хм. Это удивительно. Просто удивительно. Я могу вам сказать, что оно значит, если вы... Если вы... Ну что ж, пожалуйста. Буду очень вам обязан. И-Н-И-Н-ТЕР-ТЕР-И-Н-ТЕР Так, по-вашему, оно пишется через И? Ну, конечно. Ах, вот почему мне так долго пришлось искать. Ну, а по-вашему, уважаемый сэр, как же надо писать это слово? Я... Я право не знаю. Я взял полный словарь и полистал в конце, не попадется ли оно где-нибудь среди картинок. Только издания у меня очень старые. Но, друг мой, такой картинки не может быть. Даже в самом последнем из... Простите меня, я не хочу вас обидеть, но вы не кажетесь таким... Таким просвещенным человеком, каким я себе вас представлял. Прошу извинить меня, я не хотел вас обидеть. О, не стоит извиняться. Я часто слышал и от таких людей, которые мне не станут льстить, и которым нет нужды мне льстить, что в этом отношении я перехожу всякие границы. Да-да, это их всегда приводит в восторг. Могу себе представить. Но вернемся к нашему интервью. Вы знаете, теперь принято интервьюировать каждого, кто добился известности. Вот как? В первый раз слышу. Это должно быть очень интересно. И чем же вы действуете? Ну, знаете, просто в отчаянии можно прийти. В некоторых случаях следовало бы действовать дубиной. Но обыкновенно интервьюер задает человеку вопросы, а то он отвечает. Теперь это как раз в большой моде. Вы разрешите задать вам несколько вопросов для уяснения наиболее важных пунктов вашей общественной деятельности и личной жизни? О, пожалуйста, пожалуйста. Помощь у меня очень неважная, но я надеюсь, вы меня извините. То есть она какая-то недисциплинированная, даже до странности. То скачет галопом, а то за две недели никак не может доползти, куда требуется. Меня это очень огорчает. Не беда. Вы все-таки постарайтесь припомнить, что можете. Постараюсь. Приложу все усилия. Благодарю вас. Вы готовы? Можно начать? Да, я готов. Сколько вам лет? В июне будет девятнадцать. Вот как? Я бы дал вам лет тридцать пять, тридцать шесть. Где вы родились? В штате Миссури. Когда вы начали писать? В тысяча восемьсот тридцать шестом году. Как же это может быть, когда вам сейчас только девятнадцать лет? Не знаю. Действительно что-то странно. Что-то странно. Да, в самом деле. Кого вы считаете самым замечательным человеком из тех, с кем вы встречались? А Рона Барра. Но вы не могли с ним встречаться, раз вам только девятнадцать лет. Ну, если вы знаете обо мне больше, чем я сам, так зачем же вы меня спрашиваете? Я только высказал предположение, и больше ничего. Как это вышло, что вы познакомились с Барром? Это вышло случайно. Это вышло случайно. Вы говорите, что он разговаривал с вами, и что он умер. Я не говорил, что он умер. Но ведь он умер. Ну, одни говорили, что умер, а другие, что нет. А вы сами как думаете? Мне какое дело? Хоронили-то ведь не меня. А вы... Впрочем, так мы в этом вопросе никогда не разберемся. Позвольте спросить вас о другом. Когда вы родились? В понедельник. 31 октября 1693 года. Как? Что такое? Вам тогда должно быть сто восемьдесят лет. Как вы это объясняете? Никак не объясняю. Но вы же сказали сначала, что вам девятнадцать лет, а теперь оказывается, что вам сто восемьдесят. Чудовищное противоречие. Ах, вы это заметили. Рукопожатие. Мне тоже часто казалось, что тут есть противоречие. Но я как-то не мог решить, есть оно или мне только так кажется. Как вы быстро все подмечаете? Благодарю за комплимент. Есть у вас братья и сестры? Я думаю, что да. Впрочем, не могу припомнить. Первый раз слышу такое странное заявление. Неужели? Ну, конечно, а как бы вы думали? Послушайте, чей это портрет на стене? Это не ваш брат? Ах, да-да-да. Теперь вы мне напомнили. Это мой брат. Это у Ильям. Мы его звали Билл. Бедняга Билл. Как? Значит, он умер? Да, пожалуй, что умер. Трудно сказать наверняка. В этом было много неясного. Грустно слышать. Он, по-видимому, пропал без вести. Да, вообще говоря, в известном смысле это так. Мы похоронили его. Похоронили его? Похоронили, не зная, жив он или умер? Да нет, не в том дело. Умереть-то он действительно умер. Ну, признаюсь, я тут ничего не понимаю. Если вы его похоронили и знали, что он умер... Нет, нет. Мы только думали, что он умер. Ах, понимаю. Он опять ожил. Как бы не так. Ну, я никогда ничего подобного не слыхивал. Человек умер. Человека похоронили. Что же тут неясного? Вот именно. В том-то и дело. Видите ли, мы были близнецы. Мы с покойником. Нас перепутали в ванночке, когда нам было всего две недели от роду. И один из нас утонул. Но мы не знали, который. Одни думают, что Билл, а другие, что я. Просто неслыханно. А вы сами как думаете? Одному Богу известно. Я бы все на свете отдал, лишь бы знать, наверное. Эта зловещая, ужасная загадка омрачила мою жизнь. Но я вам раскрою тайну, о которой никому на свете до сих пор не говорил ни слова. У одного из нас была особая примета. Большая родинка на левой руке. Это был я. Так вот, этот ребенок и утонул. Ну и прекрасно. В таком случае не вижу никакой загадки. Вы не видите? А я вижу. Во всяком случае, я не понимаю, как они могли до такой степени растеряться, что похоронили не того ребенка. Но шшшш. И не заикаетесь об этом при моих родных. Видит Бог. У них и без того немало горя. — Ну, я думаю, материала у меня набралось довольно. Очень признателен вам за любезность. Но меня заинтересовало ваше сообщение о похоронах Рона Барра. Не скажете ли вы, какое именно обстоятельство заставляет вас считать Барра таким замечательным человеком? — О, сущий пустяк! Быть может, только один человек из пятидесяти обратил бы на это внимание. Панихида уже окончилась, процессия уже собиралась отправиться на кладбище, покойника честь-честью устроили на катафалке, как вдруг он сказал, что хочет в последний раз полюбоваться пейзажем, встал из гроба и сел рядом с кучером. Молодой человек почтительно и поспешно откланялся. Он был очень приятным собеседником, и я пожалел, что он уходит так быстро. Продолжение следует...